Если бы ты не стала айдолом, как думаешь, чем бы ты сейчас занималась? Мне 23. До того, как стать айдолом, моей целью было... Вот что пришло мне на ум. Это так волнует. Привет, я Рюжин из ИДЗИ для ВОПКОРЕЯ. Есть некоторые вопросы, которые интересуют людей. Давайте ответим на них вместе. Первый вопрос. Сегодняшний ДМА. После съемок я пойду есть топуки. После расписания? Мне всегда хочется чего-нибудь острого или соленого. Сегодня я решила поесть топуки. Какую еду ты ешь в последнее время? Ты смотришь Ютуб, когда ешь в одиночестве? Да, я смотрю. Я смотрю что-то вроде 10-минутных дарам. Такие видео часто попадаются мне, и я их смотрю. В последнее время я часто ела сашими из полосатых креветок. Раньше я ела только красные креветки, но сейчас могу есть и розовые креветки. Это очень вкусно. Песни, которые ты часто слушаешь. Есть такая песня. Я внезапно забыла название. Это песня Алика Бенджамина Олде. Очень хорошая песня. Она рассказывает о том, как заканчивается детство. Вы должны ее послушать. Может, еще какую-то песню? Еще одну? Песня Гарри Стайлса, как это было. Эту песню я часто слушаю, как колыбельную. Слушаю ее на повторе и засыпаю. Очень волнительный вопрос. Порекомендуй какой-нибудь фильм или дораму, который тебе недавно понравилось. Когда мне скучно, я смотрю подряд все сериалы, которые уже смотрела. Дорамы, которые я рекомендую, это Наш Блюз, Все в порядке, это Любовь, и Когда цветет камелия. Время пролетит незаметно. Мне хватило меньше четырех дней, чтобы посмотреть все три. И если вы спрашиваете такое, вам, скорее всего, скучно. Так что это отличный способ, чтобы убить время. Как ты собираешься провести день без расписания? Буду валяться в постели. Проснусь около двух часов дня. Часов пять вечера позавтракаю. А около десяти пообедаю. Потом либо поем вкусняшки поздно ночью, либо ничего не буду есть. Я просто смотрю Нетфликс. Заказываю еду и ем ее. Ем и убираюсь, ем и убираюсь. Потом ложусь спать. Так проходит мой день. Я фанат, которому нравится танцы Рюджин. Можешь выложить короткое танцевальное видео? Смотрите его на канале ВОК Корея. Есть ли артист, с которым ты хотела бы сотрудничать? Это так волнительно. На самом деле, я хотела бы сделать что-то в таком духе. Были общие концерты SM Town, YG Family и Hyba. Я бы хотела совместный концерт артистов JYP. Хочу коллапс с некоторыми артистами. Там я смогу позаботиться о младших, а твое смогут позаботиться о нас. Было бы весело и очень круто, если бы была такая возможность. Как будет выглядеть проектная группа, созданная Рюджин? Это сложно. Я бы хотела создать такую группу. Собрать лучших вокалисток из Идзи, Энмикс и Твайс. Лили, Хэвон, Лия и Джихионни. Было бы интересно посмотреть на песню, которая у них получится. Вот что я хочу. Какие три предмета Рюджин всегда должна иметь при себе? Телефон, наушники и бумажник. В какой город ты бы хотела поехать путешествовать в одиночестве? Я очень хочу полетать на параплане в Цюрихе. Я хочу подышать там свежим воздухом. Это правда то, чего я хочу. Если бы ты не стала айдолом, чем бы ты сейчас занималась? Мне 23. Может быть, я бы пошла в колледж. Потому что до того, как стать айдолом, моей целью было поступить в колледж. Если бы я училась достаточно усердно, я бы поступила. Я уверена в этом. Какое направление в учебе ты бы выбрала? Направление? Любое направление, куда бы меня приняли с моими оценками. Если у меня будут отличные оценки, то я окажусь на хорошем факультете. Думаю, альтернативная версия меня в параллельной вселенной понимает, о чем я. Вот что пришло мне в голову. Что заставило Рюджин смеяться в последние дни? У нас с участницами есть групповой чат. Сегодня там было веселее, чем обычно. Обычно девчонки пишут что-то вроде «Удачи на съемках». Мы понимаем чувство друг друга перед индивидуальным расписанием. Мы часто говорим друг другу слова поддержки. Но мне... Они не сказали ничего особенного. В чем дело? Почему мне никто ничего не написал? Они сразу спросили, как проходят съемки. При этом не написав мне ни слова поддержки. Может, они думали, что ты и так справишься? Вы правы. Они полностью в меня верят. В эпизоде Си Сай ты боялась спускаться с горки. Теперь у тебя получается лучше? Нет. Я не боюсь горок. Но мне страшно, когда понимаю, что не могу ни на что опереться. Я все такая же трусишка. Ты боишься аттракционов в парке развлечений? Я довольно четко разделяю аттракционы, которые могу осилить. Я не могу кататься на корабле викингов. Падение. Я буду плохо себя чувствовать, если буду резко падать. Но на быстрых американских горках я не боюсь кататься. Какой лучший совет ты получал когда-либо? Побеждает тот, кто извиняется первым. В разных ситуациях этот совет может помочь умерить вашу чрезмерную гордость. Думаю, это лучший совет, который мне когда-либо давали. У тебя хорошо получается извиняться первой. Я правда стараюсь. Но я легко зацикливаюсь на своих эмоциях. Мне приходится прилагать усилия, чтобы понять, что я поступаю неправильно. Тебе нравится все планировать, раз твой MBTI, INTG? Обычно я не планирую все в мельчайших деталях. Но да, мне нравится. Например, зайдя в лифт, я сначала нажимаю кнопку закрытия, а потом кнопку этажа. Что-то рутинное. Сначала налить воду, потом уже поставить в микроволновку. Пока достаешь кимчи, рамен уже готов. Я люблю систематизировать самые простые вещи. Как-то так. В сегодняшнем интервью для ВОК у меня были интересные вопросы. И мне понравилось на них отвечать. Давно я так много не говорила о себе. Это было даже немного трудно. Но мне понравилось. Пока.